И на этой неделе вновь звучала тема рачительного распределения городского бюджета за счет такси. Речь идет об администрации Сургута, где всерьез задумались экономить средства на автомобилях для чиновников. Что будет с существующим автопарком, его работниками и о какой финансовой перспективе идет речь, выяснял Иван Рябцев. Вот уже 15 лет Шахин Керимов каждое утро приезжает к зданию Сургутской администрации. Здесь он трудится водителем. Теперь ему, возможно, придется искать новую работу. Глава города принял решение сократить автопарк, а значит и сами водители попадут под сокращение. Вполне возможно, что я тоже попаду. Просто нас еще не поставили перед фактом, кто попадает, кто не попадает. То есть вызовут, руководство вызовет и поставит перед фактом, тогда уже никуда не денешься. А вот если попадете под сокращение, куда пойдете работать? Россия страна большая, работа найдется. Идея пересадить чиновников со служебного транспорта на общественный не нова для России. Обсуждали ее несколько раз и в самом Сургуте. Но по разным причинам инициатива так и оставалась инициативой. Будучи депутатом Думы Пятого созыва, мы неоднократно к теме оптимизации расходов бюджета приходили. Всегда не давала покоя хозяйственная служба администрации, где тоже много автомобилей, гаражей, всех расходов. Пятой думе мы не смогли сделать, а вот сейчас у главы хватило решительности для того, чтобы эту реформу начать. Речь не идет о полной распродаже действующего автопарка. Половина водителей продолжит обеспечивать междугородние поездки, командировки и прием прибывающих в Сургут делегаций. Тем не менее, по предварительной оценке, это должно дать значительный экономический эффект. Наш экономический эффект, который посчитали наши экономисты на год, это 37-40 миллионов бюджетных средств. Мы сохраним и на наши приоритетные задачи, которые вот даже вот сегодня мы с вами обезжаем вот такие дворовые территории, направлять деньги на благоустройство придомовых территорий, вот даже вот за счет такой экономии. Водители, попавшие под сокращение, получат положенные по закону выплаты, а лишний автотранспорт будет выставлен на продажу. Единственный вопрос, который остается открытым, как отразится реализация идеи Вадима Шувалова на безопасности его подчиненных. Ведь служебные машины, как и сами водители, перед выходом на линию проходят проверку. А делают ли то же самое службы такси? Не сэкономят ли в администрации на собственной безопасности, станет ясно в начале следующего года, когда приступят к реализации проекта. Иван Рябцев, Рашид Латыпов, телекомпания Югра, Сургут.